Никаких оснований содержать его под домашним арестом со столь жёсткими ограничениями не имеются, поскольку у него есть, как и у другого гражданина Российской Федерации, права, в том числе право на охрану здоровья. Мы уже обращались с ходатайством к следствию, чтобы ему разрешили посетить врача, следствие нам в прошлый раз отказало, будем эти попытки продолжать и далее. Он, как сказал Сергей, надо бороться дальше, будем бороться. Ну, безусловно, существует ряд норм, в том числе это Конституция Российской Федерации, это право быть избранным и избирать. У нас на носу выборы мэра Москвы. И суд никоим образом не определил порядок, каким образом удальцов сможет реализовать своё право избирать, поскольку ему запрещено общение со всеми лицами, кроме семьи и адвоката. Ну и, соответственно, будем также доводы приводить относительно разнообразной практики судебной, которая существует в настоящее время, в том числе и под домашним арестом. Все мы знаем, что домашние аресты бывают разные, кто-то может гулять под домашним арестом, кому-то непозволительные, то давайте приводить практику в какое-то соответствие, чтобы она не была настолько противоречива. Даже если бы ему позволили, находясь под домашним арестом, хотя бы полтора часа прогулок в день, я более чем уверен, что он смог бы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы. Никаких препятствий для этого бы не было, у него есть электоральная поддержка. Но органы власти, по сути, суд, следствие, они сняли с себя ответственность, они на наши официальные запросы ответили, что это не входит в их компетенцию, что является, конечно, как минимум лукавой. И, по сути, ему зарубили предвыборную кампанию административными методами. Но это не делается так, это неправильно. Дело в том, что по нынешнему делу не ознакомились не только я не ознакомился, а защитники Аграновский, Чинидзе, Ставицкая, они тоже пока не ознакомились. И в этом нет никакого криминала, потому что адвокаты знакомятся по очереди. Нельзя один и тот же дом знакомиться, чтобы там 3-5 адвокатов знакомились. Сейчас познакомятся мои коллеги, потом я буду знакомиться, они мне передадут материалы, которые они ознакомились, и я это все увижу. В данном случае просто, на мой взгляд, это такой троллинг со стороны судьи Карпова. Новый адвокат в деле, надо его поставить на место, чтобы не зарывался. И вот таким образом это было продемонстрировано общественности. Никакого криминала в том, что я до сих пор не ознакомился в том объеме, в котором ознакомился удальцов, к примеру, нет. Следствие еще не завершено, процесс ознакомления идет, и я уверен, что и я, и мои коллеги смогут ознакомиться вовремя. В том случае, если у Следственного комитета будут какие-то претензии по скорости ознакомления, у него есть право обратиться в суд с казательством об ограничении срока ознакомления сделанного. Поскольку этого сделано не было, я считаю, что такая личная инициатива судьи Карпова была вот таким образом показать себя. Субтитры создавал DimaTorzok